МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В хозяйствах подготавливают почву, вносят удобрения и закрывают влагу. Приоритетность работ напрямую зависит от погоды. Каждый день для нас дорог. И сегодня вот сейчас вроде дождичек, а через три часа будет уже, может, солнышко. Быстренько проветрится земелька, ну и, соответственно, можно будет сеять культуру. Мы на данном участке находимся в хозяйстве Угостеловская, Минского района. Здесь планируется посев сахарный свекл. Глубина должна быть не более трех сантиметров. Соответственно, сегодня мы пока видим, что уже комок у нас слипается. Нужно немножко подождать. Те селки, которые у нас сегодня есть, разноплановые, соответственно, они только работают при идеальной подготовке земли и при идеальной спелости ее. Продолжается и подкормка озимых культур. Это уже второй этап внесения удобрений. Также впереди у аграрии все в кукурузы и травянистых кормов. Ход пассивной кампании по поручению президента под усиленным контролем правоохранителей. Милиционерами уже обследована вся сельхозтехника. А это свыше 211 тысяч единиц. Основные усилия стражи порядка также сосредоточены на пресечении фактов хищений запчастей, топлива, удобрений, средств защиты растений и пассивных материалов. К примеру, в этом году оперативники вскрыли факт крупного хищения топлива в одном из хозяйств Сенинского района. Группа злоумышленников, в которую входил и руководитель предприятия, присвоила не менее тысячи литров. Во время проведения обысков по местам проживания подозреваемых обнаружено и изъято 700 литров окрашенной солярки. Словакия передала Украине все 13 истребителей МиГ-29, которые Братислава обещала Киеву. Доставку пришлось производить в условиях исключительной секретности, только наземным путем и соблюдая максимальную маскировку. Чуть ранее словацкие власти сообщали, что их МиГи не могут летать. Боеспособность истребителей поддерживали российские технические специалисты, а их выслали на родину еще год назад. Дикие животные продолжают гибнуть от колючей евродемократии. Как сообщает Госпогранкомитет, накануне на территории Литвы, вблизи белорусской границы, гродненские пограничники нашли мертвую косулю. Она запуталась в литовской колючке и пала от полученных ран на сопредельной территории. На границе с ЕС это уже 40-го. Случаи гибели животного связаны с установленными сопредельными странами опасными заграждениями. При этом власти Евросоюза, несмотря на рост числа павших животных, продолжают наносить ущерб окружающей среде. В Мексике проснулся один из самых опасных вулканов Попокатепитали. За минувшие сутки он произвел 148 выбросов пепла и дыма на высоту до 7 километров. Рост активности может означать, что крупнейшие из действующих огнедышащих гор планеты готовятся извергаться всерьез. Гражданам рекомендовано не приближаться к его подножию ближе, чем на 10 миль. Столица расположена всего в 70 километрах. И власти обсуждают необходимость закрытия крупнейшего международного аэропорта страны. А в Беларусь возвращается весна. До плюс 19 покажут столбики термометров на этой неделе. Во вторник и в среду местами кратковременные дожди. Ожидается северо-восточный ветер. 3-8 метров в секунду. В среду порывистый. До 14 метров в секунду. На периферии скандинавского антициклона ночная температура составит от 3 до 9 тепла. Это в ночь на четверг, на 20 апреля. Ну а днем термометры покажут от 13 до 19 градусов тепла. Тренд на потепление сохранится и в выходные. Днем температура воздуха прогреется до 18 градусов. Также прогнозируются дожди. С настоящей весны на эко-маршрутах велосипедный бум. Любители велотранспорта и средств индивидуальной мобильности, моноколеса, мокатов и сигвеев, снова делят улицы с пешеходами. Перед мобильным сезоном в Минске уменьшили высоту бордюров, нанесли велосипедную разметку и оборудовали безопасные велопереходы через проезжую часть. Также в каждом районе столицы есть новые велогаражи. С видеонаблюдением, системой подкачки колес и наборами инструментов для ремонта. Велогараж на 24 мест для наших граждан. Он оборудован современными технологиями. В нем установлено устройство для подкачки колес. Также установлена подсветка светодиодная. Когда заходишь, она загорается. Также установлен электронный ключ, чип. Этими чипами, электронными ключами пользуются также наши граждане. Все у которых есть велобайк, велосипед. Открытый сезон кикшеринга. Модный экотранспорт можно арендовать по всей столице. Больше информации у моих коллег в 15 часов. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова